Название нашего сегодняшнего урока это то, как мы делаем нашу работу, как мы организовываем нашу работу, что мы должны делать, что мы должны не делать. Все равно, когда вы задаете вопрос, я ухожу в сторону, потом я буду возвращаться опять к этой теме. Мы с вами обсуждали то, как важно проводить собрание. Исходя из этой темы, собрание, я хотела еще рассказать про то, как устроена у нас работа, команда наших специалистов. Легенды, когда приходят в нашу поведенческую терапию, в этот сервис, который предлагают, то первое, конечно же, они встречаются с консультантом. Консультант это, его парадом называют, это тот человек, который, ну вот, как я. То есть вот я, у которого есть образование в анализе поведения, который учился или в институте на это, или какие-то курсы подготовительные, или там какие-то еще проходил. То есть разный есть уровень подготовки у специалистов. Даже те, которые получали один и тот же сертификат, они по-разному готовят. Обычно, всегда, встречаются в первую очередь с этим консультантом. Они еще называются поведенческие специалисты. И здесь в России их называют поведенщики. Да, я не знаю, как, если мы встречались с кем-то, какие-то еще названия для них дают. Специалисты, поведенческие специалисты. Сразу идет встреча вот с консультантом, который проводит интервью, который потом будет писать программу, он будет наблюдать за ребенком, давать программу, давать тренинг для всех остальных членов команды. Он будет создавать команду, он будет держать всю команду как бы в рабочем состоянии, будет отслеживать, где ли какие надо помощь сделать. То есть, он является вот таким, как бы, да, как Куратором, слушай. Куратором, да, хорошее слово. Просто, если сейчас придумали, как бы, слово куратором, ну, не придумали, а использовали в нашем поведении терапии другого эшелона работы. Да, то есть, это, почему это, ну, как-то сложилось таким образом? Считается, опять же, замечено, и исследования проводились, что если, как бы, курирование проходит, да, хорошее слово, курирование проходит одним человеком, то, а все остальные следуют этому вот, ну, плану, который создал этот человек, до этого ребенка, то это эффективнее, чем если несколько людей создают планы, и там дальше уже идет ознакомление. Значит, это происходит, почему это так хорошо? Хорошо, потому что, получается, что идет, этот человек дает единую систему, во-первых, ну, работы, да, кто чего делает, кто чего не делает, он же это отслеживает, и он дает общую систему отчетности, которая можно сравнивать, что происходит у этого ребенка с этим специалистом, что происходит с этим, что происходит дома, что происходит там в детском садике, что происходит в школе. Поскольку система отчетности одна и та же, то их можно сравнивать между собой. Потому что часто бывает, если другая система вот такой организации, как говорится, как труда, да, получается, что этот специалист дает отчетность, например, по этому же поведению, вот, ну, в таких, например, формах, да, или там как-то рисует график, а этот просто описывает словами, а этот еще как-то делает. То есть это приводит к тому, что мы перестаем знать, что происходит вообще с ребенком. Наша задача обычно, то есть какой вообще конечный результат нашей работы, что тот навык, который мы научили здесь, он мог дальше быть во всех других местах с другими людьми, правильно? У нас это называется обобщение навыков. Слышали такой термин? Когда вы используете его как-то, может, по-другому, какими-то словами, смысл того, что если мы здесь научили ребенка смотреть в глаза, и он смотрит на нас, когда мы его об этом просим или на уроке, он там, да, обращает на нас свой взгляд, то дальше они уезжают домой, и это просто нигде больше не происходит. Это не потому, что этого навыка нет. Он есть только в одном месте с одним человеком. Это считается неправильным научным навыком. Если мы работаем в такой системе, в которой я вам рассказываю, что один человек отвечает за вот этот порядок всей работы, то он, любой поведенческий аналитик, всегда все программы пишет с учетом вот этого обобщения. Все навыки, все коррекции поведения должны быть прописаны с учетом обобщения, то есть должны быть на месте, когда еще идет тренинг вот на этот навык, должен уже пройти проверка, что он обобщен. Если этого не происходит, то есть как это в чем-то заключается? Мы больше будем говорить подробно в четвертом дне, потому что будем про навыки говорить, как обучать навыки. Но сейчас я вам скажу, да, ну, примерно схему, как это происходит. Если мы учим ребенку смотреть в глаза после слов «посмотри на меня», то дальше мы, скажем, уже видим, что систематически ребенок это делает. После этого мы просим, скажем, нашу коллегу, «пожалуйста, посиди вот здесь и скажи вот это, да, я выйду из кабинета». И коллега это делает и тоже записывает. Сколько раз он сказал, что нам записывать, а то мы не запоминаем то, что было пять минут назад еще. Дальше вы сравниваете. О, стало там хуже немножко, да, он там три раза из десяти посмотрел. Тогда вы возвращаетесь и продолжаете обучение сами до тех пор, пока не выйдете на более еще лучший результат, потом просите опять зайти кого-то, занять ваше место и это сделать. Если опять получается проблема, тогда вы делаете, что после того, как у вас хороший результат, вы меняетесь с ним местами, или пересаживаетесь на другой стол, или идете в другой кабинет. Оставаясь сами, как бы, тот, кто спрашивает вопрос, но уже в другом месте. Очень часто дети, особенно с диагнозом аутизмом, пересаживаясь с одной, вот с этой, да, вот, например, сиденье, вот на этой сиденье он уже ничего не скажет. Никто такого не видел еще? Когда ребенок просто меняет положение тела и уже не отвечает вам на вопрос, ну, который только что отвечал, или не делает то действие, которое только что делал. Нет? Я когда первый раз это увидела, я, конечно, даже читала очень много про это учебников, да, и во всех там тренингах, когда проходила, все это слышала. Когда это реально видишь, начинаешь просто понимать, что что-то здесь вообще не так. А у нас был, ну, как первый раз, когда это увидела, это было в школе для детей с диагнозом аутизм, там, значит, все дети были очень тяжелые, а одному ребенку там, как бы, система была такая, что было в комнате несколько столов, и учителя сидели, как бы, вдоль, как бы, стена за ними, да, а дети занимались там по 10 минут, а потом переходили на следующий стол, на следующий. Там на каждом столе занимался специалист новым каким-то навыком, отрабатывал, или там какую-то инструкцию давал новую, и они вот так вот проходили несколько раз в круги, пока урок заканчивался. Там даже, может быть, меньше, чем 10 минут, ну, в зависимости от классов, там несколько классов, разного уровня, которые надо было учить. И там, значит, ребенок учил только чашку, что это чашка. Я просто помню, что мне, а меня поставили, я тогда проходила пранк, мне поставили, значит, типа, наблюдать за работой, значит, всех специалистов, относительно одного ребенка. То есть я ходила за этим ребенком и отмечала, где он чего, как успевает, чтобы потом такую карту создать, где у него пробел, вот как раз в этом обобщении. Его учили практически там, ну, только каким-то двум-трехом навыкам в этот момент, он ток-в-ток пришел. И в этот день, значит, он должен был учить только стимул чашки. То есть ему показывали чашку, и говорили, что это он должен был там дать карточку, или там найти такой же, я не помню. Короче, смысл был, что вот он видел чашку, и должен был что-то сделать. Он пересаживался на другой стол, там была точно такая же чашка. Все, ничего не происходило. Они опять нарабатывали. Эта наработка идет так, что в каждом новом месте идет как будто с нуля это было. То есть ему дают подсказку, и он опять палит, и он опять это ааааа, да, который, который, как вам не нравится. Вот. И это все происходит как будто бы он ни разу не слышал про эту чашку, и не видел эту чашку. Вы только не встречаете первую? Нет, нет. То есть его плохо утверждают? Да. Там было поставлено таким образом, что в некоторых случаях с ребенком просто дольше занимался один и тот же специалист, но это было как бы, чаще они все-таки быстро переходили на вот то, чтобы разные специалисты, потому что это увеличивает скорость вот этого обобщения навыка. То есть этот занимается с нуля, потом он пересел на другой стол, он тоже с нуля занимается, этот с нуля, этот с нуля, и день примерно на пятый, у него начались вот этот вот навык, пошел там, он увидел эту чашку, он начал как-то реагировать. И то очень с трудом, тоже с подсказкой. То есть это непростой такой, как бы, момент в обучении, когда мы не можем назвать навык отработанным, если он происходит только здесь и только с этим человеком. Иногда бывает такое, что, я не видела сама, но уже верю, что такое может происходить, ребенка сдвигают стул чуть-чуть, на столе, и все, и он уже никак не отвечает на вопрос. То есть не реагирует на ту инструкцию, которой он здесь отвечал. А если его посадить вот, он сидел здесь, посадить вот здесь тоже, да, это можно привести к этому. А если человек пришел, учитель, то есть это как раз я видела, когда учитель приходил, например, все время с распущенными волосами, тут забрал волосы, и что-то спрашивает, все, никакой реакции. То есть бывает и такое. Поэтому это уровень тяжести, когда распознавание стимулов идет совсем не так, как у нас. Мы с вами, когда видим, например, человека, если он, то есть мы можем сказать, что это человек, правильно, всегда. Даже если он там странно одет, или как-то, может быть, не знаю, там, не идет, а ползет, да, мы же можем сказать, что это человек. А по каким признакам мы это можем судить? Да, за голова, там, туловище, мы знаем, что они отличаются, и головы, и туловище, и все такое. Для ребенка это может быть критично, что если человек будет как-то отличаться, он вообще может, как бы, не видеть его, да, он никак не будет показывать, что он, его, например, увидел или услышал. Голос может отличаться. Я была на курсах, и там тоже показывали фильм. И ребенок, аутист, он очень, девочка, по-моему, была, она очень любила смотреться в зеркало. Она каждый день приходила, и смотрелась в зеркало. Вот. А потом выключили свет. Она все равно стояла около зеркала. Даже она не видела себя, но вот нам показывали фильм, и вот вы говорили то, что ребенок там, например, приходит, вот стул вы передвинули, вот там как раз момент вот этот был. То есть они занимались-занимались, мама сидела сбоку на одном столе, психолог сидел в углу, стоял столик, и там, значит, была такая штучка, как бы, где песок передирали. Ее попросили, ну вот как раз вы говорите, стол поставили, вот на то место, и мама пересела на другое место. И девочка все сделала так, как было до этого. Сама, то есть маму она поставила вот сюда, эту вот корзиночку перетащила, и стульчик, и только после этого они начали занятия. Да. Вот это у вас с Клана, вот этот фильм показывали, с какого момента начали? Да, вот я, кстати, все время жалею, что нету фильмов много, чтобы у вас прямо показать, потому что я уверен, что вы встречаетесь с этим. Да. А у вас остался этот фильм? Да, откуда? Это они нам там показывали, сейчас на курсах. Я все вот сейчас, как раз перед тем, как ехать к вам, я сидела в интернете, искала все фильмы, чтобы ничего не нормального не взяли. Так, вообще-то самое главное, то, что они-то, вы говорите, мы-то вот 15 дней здесь, да, что мы можем сделать? А там они вели эту работу, начиная, по-моему, девочке было пять лет, и потом показали, когда они уже восемь. То есть они начинают вот эту год, и там она уже бегала с мячом, играла. То есть начали, да, они вот с этой ванночки. Ну, у меня, да, это прекрасно. Я всегда всем своим студентам, кто у меня начинает работать, всем говорят, снимайте видео начально, что есть, а потом на каждом этапе, да, потому что это потрясающее видео. Да, да, да. То есть это потрясающе, что людям показывают, какие изменения происходят. Тогда я пришла, вот в этот, в школу, для детей, для маутин, мне дали курировать, сразу несколько детей, там, да, сначала я за него не дала, а потом я уже с ними работала. И один мальчик, на котором я, по которому я писала свою неплохую работу, он был, ну, совсем, практически, в неплохом состоянии. То есть, он не реагировал на инструкции, он не замечал никого, он такой был, полевое поведение, сидел там в двух, что-то играл, то есть, ну, так далеко вообще, от чего-либо, да. Через три года, когда я уже уходила оттуда, в этот центр, он пошел в обычную школу. Через три года. Можно было с ним беседу, беседу. То есть, это, это вот просто, как, вот если это снять, показывает каждый раз, что это реально вообще делать, да. Немножко, может быть, на сторону, может, у вас как-то позже, вот, к вопросу о тениторах, как вы относитесь, как это там, вот эта система, вот сейчас, да, как раз ей, может, раз таком. Я же писать держу, чтобы не забыть, что мы здесь, мы здесь. Значит, да, давайте вернемся также к нашим теме. Значит, получается, что у нас есть консультант. Дальше, здесь идет старший террорист, или тьютер, или курат. То есть, это разные тоже имена. То есть, человек, который уже давно работает в этой области, и начинал он тем, что он работал непосредственно с ребенком по программам, которые писал консультант, да, консультант пишет программу, он пишет, писатель, типа такой, да, а это тераписты, ну, и родители здесь тоже, как часть, как бы, системы, которая работает непосредственно с ребенком. Эти люди называются, почему-то, тераписты, так сложилось, вот, типа, когда я начинала, да, как бы, все это, да, привозить, не было такого слова, это как-то вот, русские люди так решили называть. А, или тьютер, да, больше, конечно, название тьютер, такое, более, международное. И еще название, почему-то, искуратор здесь. Те, кто работает непосредственно с ребенком, тераписты или тьютеры, они выполняют, написанные задачи. То есть, там написано, у них, мы сегодня, у нас есть пара протоколов, которые, а, или один протокол у вас есть. Теутеры называют человека, который спит с ребенком в школе. Да. Иногда его больше относятся к школьным, кто сопровождает в школе, но, опять же, это вот терминологии еще нет, такая, да, не устоявшаяся, конкретно, если это, вот так. В консультанции проводят какую-то диагностику, правильно? А, выполняют эту программу в другой, да? Зачем такие сложности? Вот. Прекрасный вопрос. И это очень правильный вопрос. Значит, сложности, это исключительно из нескольких таких компонентов складывается. Значит, первое, что консультант имеет знание в плане сопроведения, которое он получал в полный уход. Почему те, кто пишет программы, те, которые работают, это разные люди? Значит, еще одно, что консультант получает образование, в список в уровне, которые он дальше, если, вот всегда я говорю, что те, кто знает, подписать программы, если мы будем работать как тераписты, мы можем помочь одному ребенку. Потому что тераписты работают каждый день, они должны выполнять эти программы каждый день. и самое лучшее расписание, что это каждый день часов по шесть. Без выходных. То есть при формате сорок часов в неделю может быть результат через два-три года. Специалист, который работает с ребенком, мне кажется, он более как эффективно. Он будет эффективно. Может, он видит ребенка лучше. Он лучше его знает. Он лучше его знает. Когда я курировала детей, которых мне дали самых тяжелых, то результат, когда я их передавала кому-то, естественно, но дальше, получается, кто будет писать программу? Кто будет тренировать тех, кто будет учить? Кто? У нас, получается, мы как три в одном, у нас время... Нет, а зачем меня учить? Я институтскую учила. Нет, почему? А почему? Для чего? Это потому, что кто-то пришел и сказал, а дальше меня научил? Нет, у тебя, например, меня учили, как заниматься с ребенком, да? Если у него то-то, то-то, то-то. А тебя учили теорию и практику в институте, правильно? Для чего? Зачем? Еще раз. Ну, ты в институте получаешь теорию и практику, практику. У нас в институте учиться. Для многих. Да? Они некий набор знаний. Я не могу учиться. Знаете, что за информация для... А вы просто конкретно реализуете. Видите красочки. Правильно, правильно. То есть это вопрос, как бы, того, что... какой бы вам пример сказать, да? Это нормально и не надо голову ломать. Доктор. Доктор и медсестра. Давай немного разберем. Доктор. Доктор, наверное, лучше сделать перевязку, правильно? Потому что он знает, где нажать, где там что подложить и все такое. Он, наверное, больше знает. Почему доктор не делает перевязки и уколы? Так вот, почему? Потому что лечите все здоровые. Исполните все здоровые. Каждый работает то, что он лучше делает. Если человек умеет писать программы, то, скорее всего, у него... Во-первых, у него уходит огромное количество времени. А вот врач не делает такой перевязку, как в трилой медсестре. Потому что, да, медсестре. Ну, хорошо. Давайте не перевязку, а врачу, как просто можно. Старший терпист, старший может вносить изменения в программу для согласования. Да я тоже не знаю. Какая проблема-то? А я не знаю, что вопрос-то? Если... Основную... Рассказывает программу. Терапист. Посмотрите, сейчас я расскажу, потому что у вас немножко другое, как разуправление, да, то больше... У вас... Центр занимается реабилитацией, то есть работает по многим управлениям с ребенком. У вас много-много специальностей. Если мы говорим о том, что... Если у вас будет... Ну... Не важно. А если запрос такой на поведение только... То есть и работа идет в собственном поведении. И... Дальше... Нужно, во-первых, сначала выяснить, да, от чего такое... Почему? Я перед этим рисовала вам всякие там уровни, энергии, затраченные, и как соотнести это с подкреплением. У нас же есть целая теория на это, да, такая серьезная, продуманная и очень хорошо доказанная. И она работает в таком случае. Все, что делается по этой теории, оно все работает. Дальше получается, что если я это дело там долго все изучаю, то есть любой клиент, который приходит ко мне, то это получается не меньше у меня 12 часов в неделю, только на то, чтобы собрать информацию. И скорее всего это будет 2-3 недели. Только чтобы собрать информацию. 12 часов в неделю на каждого клиента. И я дальше должна это все заключать. Написание, рекомендации, протоколы. Если вы сейчас посмотрите протокол, который, да, у вас там есть, да, это протокол только на... Таких протоколов должно быть штук десять по одной программе какой-то. То есть по одному поведению штук десять только этих протоколов. Если их нету, ничего не будет работать. Дальше получается, что я должна тренировать людей, которые сами будут работать по этой программе. Должна научить их, да, как где стоять, что говорить, как реагировать, какие звуки произносить, да, какие не произносить. Все это я должна ему сказать, потому что я это все видела и я это прогрессила. И вот я к этому и говорю, понимаете, если вы 12 часов потратили на ребенка, понятно, что вы его знаете почти как мама. И у вас есть возможность написать качественно программу, которую специалист сможет просто выполнять. А у нас, да, а у нас, простите, у нас специалист будет три недели весь заезд собирать информацию, а делать он, когда это будет. Вот, поэтому у специалистов, мне кажется, что мы будем проще себе задачу поставить и ее выполнять правильно. Чем я говорила? Выполнять задачу другого человека. Какие способы уже наработаны и отработаны, и доказано, что они эффективны. Ваша задача из этого взять то, что вы можете использовать. И эту тему сегодня я взяла именно для того, чтобы у вас были какие-то новые, может быть, идеи, как изменить что-то. Например, то, что я узнала у вас 15 дней, и потом у вас ребенка вы не видите, а потом опять видите, да. Есть уже, ну, я сказала, что я подумаю, что можно придумать, да. И я подумала. И у меня есть несколько вариантов, что вы можете делать, которые мы тоже сейчас обсудим. Я хотела просто, знаете, рассказать коллегам в том числе. Вот мы, допустим, логопед, дефектолог, да, мы узкие специалисты, психолог, мы, в принципе, не можем работать от запроса родителя. И нам надо определиться, кто у нас может работать от запроса. В принципе, наверное, социальный педагог сам отреклажен. Да, то есть родители приходят, грубо говоря, там, нужно научить там, хорошо ходить, да, или там, ну, простите, там, носу не поврязать ребенка или там под столом. Да, носу не, понятно. Мы не можем работать от запроса, у нас совсем другой подход. То есть это, получается, наверное, социальный педагог только может делать. Мы тоже не работаем, у нас нет такого, что кто, что там ранее сказал, то мы и делаем. Нет. Ну, мы слушаем, что говорят, что это все, естественно. Но мы исходим из интересов ребенка, чье поведение мы меняем, только это является критерием составления программы. То есть у нас то, что я говорю про запрос, я говорю о формировании запроса, которое специалист делает на основании и наблюдения своего, и понимания, как этот ребенок в этом возрасте, что он должен уметь делать, что он не должен. это не то, что нам сказали, о, готовьте к школе, да, и мы пошли готовить. Нет, конечно. То есть это такая же история, как и у вас. То есть вопрос в том, что вы же формируете все равно, в итоге вы начинаете задачу прописывать, потом программу. коррекционная задача. Ну, опять же, это не то, что каждый ребенок придет, и вы ему одну и ту же задачу поставите. Конечно, нет. Правильно? Ну вот. И более того, чтобы нам свою задачу коррекционную решить, нам нужно вот участвовать и сначала вот эти все спички. Ну да, бывает. Я не думаю, что у вас как-то чем-то отличается кардинально то, как мы подходим к формированию запроса. Значит, сюда возвращаемся. Значит, то, пока я вам скажу, какая сейчас ситуация происходит на местах, я так понимаю, что у вас здесь тоже такое бывает, что родители, ну, на местах, в смысле, в поведенческое направление. А родители узнают, что вот, ну, то есть они, скажем, попробуй в лето, попробуй в лето, это не сработало, это не сработало, и они, значит, пошли уже в поведенческие специалисты, мало понимая, что это такое. Потому что информации достаточно мало про это. И находят они человека, который пишет, занимаюсь с вашим ребенком, я, значит, поведенческой аппотерапией делаю. И это обычно люди, которые чуть-чуть там сходили на несколько семинаров, там, что-то такое послушали, и родители их нанимают на работу, и они смотрят там, да, что ребенку надо, и они начинают там как-то с ним коммуницировать, что-то ему учить, без какой-либо программы. То есть программа, на самом деле, это большой такой кусок работы, документ, который, опять же, я вам говорила, что консультант, он собирает всех окружающих, вы перечисляли это целая армия, получается. Он их должен всех объединить в одну работу, потому что если не объединяется, то у нас не происходит обобщение навыков. навыков. Значит, как это происходит, почему это не происходит, это вообще не навыков. каждое поведение, которое происходит, оно, как вы уже, наверное, запомнили, происходит в каких-то условиях, да, что-то меняется, и человек какое-то поведение показывает, он показывает для того, чтобы получить какие-то последствия. последствия. И дальше получается, если эти последствия он встречает, это делает это поведение вероятным вернуться в следующий раз при этих же условиях. то есть вот эта схема, когда получаются правильные последствия, желаемые последствия, то есть, например, даже эти желаемые последствия, чтобы не было урока, да, или оттянуть в начало урока, эти желаемые последствия получились, то дальше при наличии этого же вот ситуации, когда, говорят, надо делать вот это, сразу начнется это поведение, потому что в прошлый раз это было возможно. И это происходит только на начальных этапах, когда поведение только начинает формироваться. Вот оно новенькое там, первый раз, второй раз, третий, десятый, нужно, чтобы каждый раз это поведение получало желаемые последствия, для того, чтобы в итоге оно закрепилось, как бы, да, что вот это называется научение, что человек видит эти условия, да, он их ощущает, он их слышит, или что-то еще, да, чувствует эти условия, там, говорят, или он что-то видит, или он что-то чувствует своим телом, и сразу начинается реакция организма, чтобы получить правильные последствия. И в следующий раз это распознавание идет быстрее. Это и есть процесс научения. Распознавание тех условий, при котором вот это действие приведет к этому последствию, да, это же понятно, правильно? все просто, вроде как. Но дальше начинается хитрый момент, что если всегда поведение будет встречать свои подкрепления, которые ему надо, ну вот эти вот последствия, оно же становится слабее, и в момент, если вот оно много-много лет, да, идет, и каждый раз там бывают вот эти последствия, то как только их не будет, этих последствий, оно может пропасть. В следующий раз оно не появится. В естественных условиях такого никогда не бывает. То есть это бывает только если мы неправильно строим работу. То есть то, что я вам показывала, да, если мы начинаем, то есть продолжаем давать 10 рублей за те усилия, которые уже минимальные, да, или увеличиваем ставку, когда уже практически нет, никакой энергии не тратят. Все эти разбалансировки вот этих вот последствия не соответствуют этому поведению, все, оно пропадает. Поэтому обычно, чтобы оно осталось сильным, это поведение, нужно, чтобы иногда оно не встречало своих последствий. И тогда вот эти вот, как это называется у нас, называется расписание по датчику подкрепления. То есть вот эти последствия идут по расписанию. И этих расписаний несколько. В зависимости от того, какое расписание, мы можем вычитать, насколько сильно это поведение, сколько оно будет продолжаться дальше. Мы можем просчитать вероятность появления его в следующий раз. Значит, теперь смотрите картину. Сейчас я его нарисую. У нас есть один человек, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек на кейсе. Кейс – это как бы, да, будем смотреть относительно одного ребенка. Один ребенок, одно поведение, в котором мы сейчас работаем, шесть человек работают с этим поведением. Консультант пишет, что мы должны ему давать, такую-то инструкцию, ну да, инструкция какая-нибудь. «Помой руки». И дальше реагирование должно быть там, ну, каким-то определенным образом. Неважно. Чего-то подкреплять. А сейчас у нас идет, после инструкции «Помой руки», у него начинается истерик. Мы начинаем, значит, его учить, что мы после инструкции мы даем здесь подсказку, пусть от рук. Типа, пойдем вместе «Помой руки», да, там все, какие-нибудь там действия мы делаем, и даем какие-то последствия, такую реакцию. Значит, получается, что сейчас он делает, после инструкции «Помой руки» у него начинается истерика. Мы просим, чтобы, и он получает те последствия, которые ему нужны, да. Иногда мама настаивает, иногда мама не настаивает. В естественной нашей жизни никогда не бывает, что мы каждый раз получаем желаемые последствия за наше поведение. Это, я думаю, что вы знаете, да. Иногда мы что-то делаем, но мы не получаем. Так, кто-то нас именно не слышит, или, особенно здесь, где вы работаете, вы часто не получаете то, что вы планируете получить, потому что дети часто не реагируют или реагируют не так. Ну и родители тоже, и все остальные тоже. У мамы дома, да, это поведение стоит на очень случайном расписании. Иногда он получает эти последствия, иногда нет. Особенно, чем дольше поведение происходит, тем более случайное расписание происходит. Это такая жизнь, такая жизнь у нас. Если мы говорим, теперь надо делать так. И у нас получается, да, ну вот эти, получается у нас пять человек, они непосредственно находятся с ребенком каждый в разное время. И они все тренируют это, то есть этот, например, в пятницу приходит, это в среду приходит, это в понедельник, мама каждый день, да. И они все тренируют этот навык. Если они не следуют инструкцию, то получается, что иногда они не дают, вот эту схему, инструкция, подсказка, а потом правильное посредствие. И иногда, да, то есть мы, как бы вроде, учим новому поведению, но получается, что иногда у нас схема старая происходит. Если эта схема старая происходит, то есть мы даем инструкцию, а дальше все по старой схеме, то это наше прошлое поведение просто еще становится на более случайном расписании. То есть оно научается еще лучше. То есть если даже иногда мы будем делать стараться правильно, но периодически будет происходить старая схема, то просто новая не будет закрепляться никак. Будет старая усиливаться. Наше старое нежелательное поведение просто мы его научаем лучше, и лучше, и лучше, и лучше. Ставя таким образом на еще более случайное расписание. Вопросы здесь. Так, все затихли так как-то. Так, а кто тогда, вот допустим, консультант, старший терапевст, третий терапевст, четвертый, пятый, вот делают, делают, помоют руки, да? Ага. Ага. И кто отслеживает, конечно, что да, на вот запрет. Что это там? Ммм. Это правильно. Правильно вопрос. Консультант, когда пишет программу, когда он дает всем рекомендации. Во-первых, он изучает не просто, да, как бы, ситуацию, что надо конкретно делать с ребенком. Он изучает это относительно каждого участника этого процесса. И каждому участнику процесса он дает протокол. Потому что, если, скажем, терапист приходит, он, ну, по логике, навык мыть руки, он может попробовать, может, один раз, может, два, да, он не будет стоять, мой руки, помыл хорошо, мой руки, помыл хорошо, да, это же, ну, как это потом, может, аутфорусом, аутфорусом, будет ходить мыть руки, как это… Не, да. Новое навязчивое состояние. Да, новое навязчивое состояние будет, правильно. Поэтому для него пишется протокол, что он пробует, да, это вот в такой-то ситуации, скажем, руки испачкались, пойдем помыть руки, чтобы это было по логике какой-то. У мамы будет другой протокол. Скажем, какие-то тераписты занимаются, отрабатывают один наук, может, они вообще будут только, если это по ситуации будет. То есть не будет этого обязательного какого-то их плане. Этот терапист будет приходить, и когда эти кто-то работает, обычно этот приходит, он сам работает только на подхвате, если кто-то заболел. Он приходит и наблюдает, как кто выполняет протокол. У него есть формы для отслеживания этих протоколов. Эти, когда работают, у них еще в протоколе написано, как они будут записывать свои результаты. Ну, не свои, а ребенка. То есть они вот проделали это, они форму отмечают, вот как вы отмечаете, кто отмечает. А также они будут отмечать, поскольку форма у всех одна, в соответствии с тем протоколом, который есть. Консультант обрабатывает эти все формы, делает графики, и уже принимает решение на основании, как обобщился этот навык, на каком он уровне, можно ли приходить на более сложные навыки и все такое прочее. То есть все равно делает консультант, всю обработку, анализ всех результатов. Но перед этим он должен подготовить все материалы, чтобы они, можно было их анализировать. А что это значит? Это они должны быть в одном ключе. То есть мы не можем, если кто-то будет записывать, как долго ребенок моет руки, а другой будет записывать, как быстро он идет моет руки, третий будет записывать, сколько раз он помыл руки, это нельзя проанализировать. То есть их нельзя складывать, да? Понятно? То есть они все... Частоту я имею в виду? На каждом кейсе будет по-разному. В большинстве случаев это, ну, или недельные какие-то заборы. То есть старший террорист приходит каждую неделю, забирает все. У нас, например, я приходила каждую неделю и проверяла все записи, которые есть на каждом кейсе. Ну, которые я успевала. Конечно, у меня был больше гораздо кейс. И потом, если есть какие-то, ну, проблемы, да, которые я, скажем, не успеваю проверить, или что-то я вижу, что что-то там потеряно, тогда я вызываю старшего террориста, и он должен уже сделать ревизию всего. Дайте мне... Потому что у меня ограниченное время на карте там было. На секунду проезжать, посмотреть. То уже... Вот. Значит, это как бы ситуация с тем, что у нас происходит по Ирану. И я вам объяснила, почему это нужно сделать отчетностью. Ну, в смысле, а не отчетность пока, а еще вот эту... Как это называется? Зависимость. Эти... Приемственность. Приемственность. Нет. Иерархию. Кто под кем? Да, я люблю слово иерархию. Я не знаю, что многие как-то по-другому ее воспринимают. Иерархию этих вот специалистов, кто работает на кейсе. Она, опять же, годами отработана, что если это происходит одним человеком, все это обрабатывать, тогда это можно дальше обрабатывать, анализировать и смотреть, какой у нас успех происходит. Значит, что вот в этой, значит, у нас форме, да, это чтобы... Ну, для ознакомления, как, сколько учатся и сколько... Какой опыт работы есть у каждого из этих вот участников. Для тераписта учатся 40 часов теории, 40 часов практики. И, кстати, сейчас я, если кому-то интересует, я начинаю сейчас тренинг терапистов в четверг онлайн. Или тут вдруг... Может, не вы, может, кому-то посоветую. А, значит, после того, как этот тренинг проходит, то есть я из 40 часов теории начитываю и даю домашнее задание на 40 часов тоже практики. После этого они получают сертификат тераписта, могут идти работать с детьми уже, да, если, скажем, под какого-то консультанта, да, под с кем-то в связке работать. Старшему тераписту столько же часов теории, но у него больше уже практики, а консультанты это обычно гораздо больше теории, надо прослушать и запомнить и написать тесты в миллион. Часы практики, еще все это проходит, пока мы готовимся на сертификат, еще проходит, что мы получаем супервизию от человека, который с большим опытом. Он нам как бы вот в течение года рассказывает, где мы, чего мы можем еще попробовать сделать и как, где мы делаем какие ошибки. То есть это такое различие по количеству того, как мы учимся. Ну и дальше там у вас прописано, какие отличия в самой работе, когда они уже работают. Вопрос в этой схеме. Ольга, если нет вот такой шикарной, правильной возможности всем этим заниматься, мы можем как-то, ну, в условиях нашего, ну, вот из вашего опыта, как бы можно сказать, что, ну, что-то получается, что-то не получается. Ну, нет вот такой возможности, что-то. Без теории никогда не строят. Нет, консультант, старший, тераписты. Ну, тоже наше четыре часа. Это какое-то неприимое условие, чтобы так было. Это даже не сколько условий, чтобы это было вот именно такие слова были написаны. Ну, иерархия, как раз. Да, такая иерархия должна быть. Вот одно из предложений, да, которое, я думала, для того, чтобы вам это будет поможет, да, понятное дело, что сейчас вы скажете, нет финансирования, нет у вас возможностей. Ну, вдруг как это получится? Что у вас должен быть человек, который с вами пойдет, а который будет ими заниматься программами. Сейчас у нас нет такого человека, нам очень не хватает. Вот, так вам нужно будет, ну, если вы начнете работать в этом направлении, чтобы выбить ставку для этого человека, чтобы центр проучил этого человека, потому что без теории никогда ничего не получается. Люди, которые просто прослушали семинары или сходили на какие-то даже вот курсы терапистов, сорок часов, это все равно недостаточно. Это курс сорок часов, это только учишь, чтобы уметь читать протокол, исследовать его. По большому счету там минимум совсем теории идет, то есть зачем и как это все происходит, они все равно до этого времени успевают перестроиться и научиться. То есть это нужно реально, вот Шубчак отучился, вот пора это обычно, самый лучший такой срок. И после этого, что он будет у вас как бы стоять над кейсами, да, то есть что он будет курировать эти все кейсы, помогать разобраться, где какой пробел, где какой тренинг дать. То есть он будет вот на таком подхвате. Понятно, что может быть он не составит программы, которые выполняют, скажем, логопеды, потому что логопед совсем другую работу выполняет, да, у него задача другая, чем, скажем, поведенческая задача. То есть вам, может быть, нужно, чтобы этот поведенщик был, ну, с каким-то, может, еще предыдущим опытом работы в других во всех областях. То есть сам лучший человек отсюда пойдет проучиться и потом вернется. И будет тогда лучше понимать систему, да, как прописывать и помогать всем остальным, прописывать программы, чтобы их можно было координировать. Если ребенок появляется у нескольких специалистов, чтобы потом смотреть, как это происходит. У нас есть очень интересное направление в поведенческом анализе. Это называется точное обучение, но это не важно. А как оно называется? Смысл в том, что они продумали, то есть такие они там все математики и занимались только инженерией и математикой, а пришли в поведенческий анализ. И они продумали, как можно сделать такую стандартную систему графика, вот, ну, где мы записываем результаты, на которую можно заносить результаты по разным навыкам, а потом их анализировать, даже если по разным навыкам, просто смотреть, например, если нужно проанализировать, насколько человек быстро обучается. Потому что, если мы знаем, у нас, например, есть такая расхожая фраза, когда мы, я со специалистами разговариваю, я говорю, как быстро учится человек. Обычный специалист, который уже наблюдает, он видит, что, о, там, для того, чтобы обучился новому навыку с нуля, да, нужно столько-то. И с каждым новым разом, если мы правильно строим процесс обучения, эта скорость увеличивается. То есть, если сегодня надо было с нуля, там, дойти, там, через три недели до этого навыка, то похожий навык через, там, какой-то срок, через полгода, уже будет две недели, мы до него доходим. То есть, этот каждый раз тоже мы должны учитывать в том, что, какие мы будем использовать методики, чтобы, вот, более эффективную методику использовать. То есть, если, как только мы видим, что мы знаем, что это ребенок учится с такой-то скоростью, а тут вдруг он, хоп, и стал с меньшей скоростью учиться. Значит, методика неправильная, не то, что с ним что-то произошло, да, а то, что мы что-то поменяли, обычно всегда попадаем, что случилось, что поменялось. Они или в другую школу пошли, или другой терапист пришел, или еще что-то, да, всегда есть что-то, что отвечает на вопрос, почему эта скорость упала. То есть, нужно на это тоже обратить внимание. То есть, это все, получается, у нас важность того, чтобы еще все работали по одной программе, да, поэтому консультант ваш, который будет у вас, он должен хорошо понимать специфику работы каждого специалиста, чтобы, вот, да, смотреть. У этого хорошо идет, например, да, быстро научается, у этого вдруг получается, что ребенок стоит на месте, да, что происходит? Надо прийти посмотреть какую-то работу выполнять человек немножко по-другому. То есть, какую-то, может, обычно эта работа заключается в том, как мы даем инструкции, как мы даем подсказки, как мы их выбираем, эти подсказки, и как мы даем дальше последствия. По идее, все сводится к этому. Больше ничего. То есть, может быть, человек дает инструкцию, не знаю, быстрее. Или, ну, говорот такой у него. Мне просто однажды, я помню, как-то, одни клиенты на меня начали жаловаться. Меня начальник вызывает, говорит, жалоба на тебя поступила. Я ей такая, трясусь такая, что случилось, что я натворила? Он говорит, жалоба, что ты громко разговариваешь. Ну, не надо так громко разговаривать. Я говорю, о боже. Некоторым не слышно, да, да, вот так. Я говорю, что они мне сразу не сказали? Вот они там решили, что это тебя видит, а не через начальство, это нормально, я нервы потеряла столько. Другой вопрос. Да. Вот по поводу вот этого. Вот, например, консультант пишет программу, ну, возьму вот этот пример, помой руки. Да. Ну, есть методики такие, как бы, они, ну, допустим, помой руки, ну, не идет это, ну, боится заходить, ну, вот это. И спускается на уровень ниже, ну, пониже, например, ну, допустим, руки, руки, покажи, где руки. Такое подразумевается в армии или, вот конкретно, помой руки, и прямо идут, и все, вот это долго, долго, долго. Нет такого, что пониже сюда поспустить, чтобы все не работать надо по-моему. Каждый раз, тогда у нас идет инструкция. У нас есть выбор, или мы ее делаем, или мы делаем что-то другое. Правильно? Если эта инструкция подразумевает, что, во-первых, усилий больше, и последствия, которые не особо желательные, или неизвестные последствия, особенно, когда это новое поведение. Мы, когда даем новую инструкцию, то ребенок не знает, какие последствия будут у этого поведения. Это никакой организм не знает, даже мы с вами не знаем, когда нам дают какое-нибудь новое задание. Например, скажем, сегодня я вам скажу, все, нет, ну, я-то если скажу, вам все равно, начальство ваше скажет. Вот то, что Оля сказала, да, вы будете заполнять бумажки. Вы начнете это делать? Нет. Я думаю, что вы, может, и начнете делать, но у вас все равно будет много вопросов, много стрессов. У вас будет, там, как, чего, зачем? У меня сейчас, мои все студенты, которые у меня проходят супервизию, у нас сейчас новая разнарядка, значит, все должны заполнять новые бумажки. То есть, сверху дали разнарядку новые бумажки. Я открыла эту бумажку, потому что мне же нужно своим студентам рассказать, как ее заполнять. И я, значит, когда увидела, например, как та форма, которую мы все вложили, да, она была страшная. Они, ну, это наша комиссия, которая дает сертификаты поведенческим аналитикам, международная комиссия, они, значит, решили упростить, да, как это, по просьбам трудящихся дали нам новую бумажку заполнять. Я, значит, посидела там, посмотрела все видео, которые они хорошие сделали, как ее заполнять, там всякие описания, все. Я потратила час на то, чтобы разобраться. После этого я всем написала, чтобы вам не тратить этот час, я даже больше, потому что все на английском еще там вот. Я говорю, я проведу вам встречу, чтобы вам все это рассказать. Короче, сейчас у меня семь человек из которых только трое, трое прислали, что они хоть чего-то заполнили. А уже время прошло, сегодня какое-то число, 20 какое-то, 22. Они должны были заполнять с первого числа. Только трое разобрались, и я прекрасно понимаю, что это, ну, да, по закону поведения, новое поведение. Это нужно сесть, это нужно собраться, это нужно, чтобы вы понимали, какие последствия. И эти последствия должны быть какие-то очень значимые, потому что мы хотим много усилий вот это сесть и собраться, это реально много усилий. Если вам скажут завтра, вы должны уже сдавать новую отчетность, как Оль сказала, вы будете долго сначала про себя ругаться или как-то еще реагировать, это будет стресс реальный. И вы будете стараться, нет, можно в конце, можно на следующей неделе. У меня нужно это сделать, нужно это сделать, нужно это отчетность. Правильно я говорю? Поэтому, когда идет вопрос, мы просим что-то сделать, он это не делает. Мы всегда вспоминаем эту схему. Потому что, когда он это все-таки делает, он все равно что-то делает. И то, что он делает, тогда он отказывается это делать. Это он знает какие-то последствия, и энергию, которую он затрачивает, всегда меньше. Поэтому, если мы хотим, чтобы он делал то, что он должен делать, мы должны сначала сделать так, чтобы он знал какие-то последствия, и мы должны сделать так, чтобы энергии было меньше. В каждом конкретном случае это будет какая-то своя схема. Возьмем, например, такую, а руки, да, мы. Мы дружко. Это хотите как забрать? С руками или какой-то друг. Вот, честно говоря, хочу забрать, показать ему жесть. Покажи? Покажи. Покажи, как есть. Но он не показывает. Но он не показывает. Давайте разберем показать ему жесть. Значит, теперь наша задача сделать так, чтобы последствия были желательные, и они были более желательны, чем за то, что он делает во время отказа от этой инструкции. И плюс нам нужно сделать, чтобы энергии, которую он затрачивал, было меньше, чем энергии, которую он затрачивает, когда он не делает этого. Во-первых, у нас должна быть информация, что он делает, когда он это не делает. Прописано, что он делает, какие он последствия получает. Ну, да. Вот. Получает сенсорный, да? Может быть, какие-то. Смотрит в сторону, да, что-то самоделает. Прекрасно. И насколько это действие у него уже хорошо научено, чем больше он научено, тем меньше энергию он тратит. То есть вы должны примерно хотя бы спросить, сколько лет он это делает, чтобы понимать, с чем вы вообще столкнулись. Как только вы это выяснили, вы продумываете, что может перебить эти последствия. То есть должна быть реально какая-то вещь, за что он будет хотеть напрягаться. Это может быть конфет, самое лучшее. Ну, я просто как образно говорю, какая-то пищевое поощрение. Может быть, это будет какой-то доступ к компьютеру. Может быть, за что он будет потом стараться это делать опять. С энергией вы можете справиться только таким образом, да? Имейте ввиду, чтобы вот этот баланс сделать, чтобы у него не было затрачивания изначально основной энергией. Потому что если сразу кинуть, например, вас на какой-то фронт, вот завтра заполните бумажки, это один вариант. А как мы можем снизить количество энергии, которое вы будете затрачивать? Какое может быть еще условие? Предположите, что может облегчить вашу задачу? Типа вам говорят, завтра можете это сделать. Метандист все продумает, дашь форму. Да, да, например, вот вы правильно сказали. Метандист может быть заполнен наполовину. Поэтому и так уже идет образец. Или образец дашь. Правильно, если вам дадут образец, что в этом случае надо так заполнять. В этом надо так заполнять. Это снизит количество затрачиваемой энергии. Вот будет такой, ой, ну хорошо, он мне даст этот. И я по образцу сделаю. Это сильно меньше. Да, мы попробуем это заполнять, но идет на птичьих спиртов. Правильно. А теперь давайте подумаем. В случае, когда у нас есть инструкция «покажи». Мы знаем, что если эта инструкция новая, он никогда этого не сделает, значит энергии будет много затрачено. И если много энергии, организм любой хочет от этого подальше отойти. Как вы будете уменьшать количество энергии, которое он тут затрачивает? Маму посажу сзади. Маму можете посадить сзади. Прекрасно. А что мама будет делать? Мама будет брать его руку. Молодец! Чеманечка. Найдите своего. Извините, нет. Мы продумываем систему подсказки… Ну или я сама, если допустим. Или вы сами можете ему вдать это. То есть принудительно. Что же принудительно? Я говорю – покажи. Молодец, ты показал! Но мы говорим это пассивно-активно, то есть мы в руки вкладываем. Это будет считаться меньшей затратой энергии. Правильно. Неважно, как вы будете делать. Как вы будете давать подсказку? Это называется подсказка. Тогда вы нам пассивные слова. Конечно, подсказку, мы будем разбирать на четвертом уроке, но сейчас я вам скажу, что подсказка для каждого индивидуальной. Кому-то надо взять руку и показать. И этим мы должны подсказкой одну только задачу решать. Снизить количество энергии, которую человек затрачивает. Чем меньше энергии он затратит, тем меньше он будет отказываться. И после того, как вы выполнили с ним это действие, с какой-то подсказкой, которая для него оптимальная, она может быть хватает, а может быть, я говорю, покажи. И человек повторит за мной, если у него этот уже есть такой навык, который мы точно знаем, что он будет, нам не нужно всех хватать. Это может тоже привести к плохим последствиям. А дальше нужно сразу дать последствия. То есть это очень важно, что наше выполненное действие должно сразу привести к последствиям. Если там идет какая-то временной отрезок, ничего не сработает. По закону поведения наши последствия, если они происходят через какой-то срок, они отложены каким-то, они бесполезны вообще. Для того, чтобы сделать так, что оно в следующий раз, вероятность поведения, что оно вернется, да, уже все, нулевая вероятность. Продолжение следует...